Всем привет! С вами я, Виола. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас с вами 79-й шаг, а сделаем мы его в ювелирном салоне, принадлежащем мне Рибанхану и который находится в столице Азербайджана, в городе Баку. Небольшая ремарка, как обычно. Мы не называем размеры колец, потому что мы подгоняем их под тот, который подходит вам. Это комплимент, знак уважения от Мири Рибанхану вам, нашим покупателям. Также я хочу сказать, что касаемо цен, пожалуйста, обращайтесь непосредственно ко мне. Мои контакты будут закреплены в комментариях, также их можно найти в инфобоксе под видео. Видео выходит в двух частях. В первой части я примеряю те украшения, которые я для вас выбрала, чтобы вы имели представление, какого они размера, как они смотрятся. И вторая часть с фотографиями, которые, конечно же, сделает Регина, где все украшения пронумерованы, сделано это для удобства. Вы мне называете номер шага, номер украшения, и я даю вам ту информацию дополнительную, которая вас интересует. Традиционно уже начнем с того, что сегодня на мне. Я изменила себе сегодня, мне захотелось в чем-то таком светлом перед вами предстать. И на мне белая сорочка. Мое ожерелье вот такое, которое я приобретала в Грузии, в Тбилиси. Мой браслет, обмен мой с моряшиком. Привет тебе большой. Мое кольцо, которое я приобретала в салоне, в нашем. Это кольцо тоже из салона. Это Тбилиси. И серьги тоже были куплены в нашем салоне. Я избавлюсь сейчас на время от того, что помешает демонстрации, и покажу вам те украшения, которые я выбрала. Сегодня будет иное количество миниатюрных украшений, которые не совсем свойственны моим показам. Но я думаю, что такие украшения тоже необходимы. И начну я вот с такого набора. Вот такого крохотного. Я показываю эти украшения для того, чтобы был выбор, было разнообразие. И эти украшения можно носить, безусловно, на ежедневной основе, на работу в том числе. Но если нет какого-то совсем жесткого дресс-кода, посмотрите, вот так сережечка смотрится в ушки. И, несмотря на свой размер, никуда она не девается. Она заметна, поблескивает фианит очень хорошо. Очень хорошая огранка бриллиантовая у камней. Поэтому это украшение на вас не потеряется. Также есть вот такой небольшой кулончик, повторяющий собственные колечко и сережки. И он будет замечательно смотреться, допустим, на той же леске или на какой-то тоненькой цепочке. Вот сюда, коротенькая. Будет выглядеть, мне кажется, прекрасно. Будет очень стильный образ, очень лаконичный и комфортный. Следующий набор такого же плана. Здесь у нас будет Ночи Каира, авантюрин, искусственное авантюрин, авантюриновое стекло. Вот такой тоже прекрасный вариант на работу. И у кого есть дочки, девочки, подростки, допустим, родственницы, сестренки, крестницы, как вариант, это очень хороший подарочек. Может быть, у кого-то день рождения, может быть, просто кто-то любит делать подарки без повода. Я люблю. Ну, вот, тоже очень приятное украшение. И тоже за счет цвета, за счет того, что даже вот на таком небольшом камне присутствует огранка. И свой блеск авантюринового стекла. Украшение, оно заметное. Следующее украшение будет с эмалью и с фианитами. Здесь есть момент того, что намного, допустим, предыдущие украшения, там можно увеличить размер. Здесь за счет эмали немножко проблематично. Его можно будет увеличить, но не намного. Конечно, все это будет делано с помощью лазерной пайки. Вот, посмотрите, какая милота. Такой приятный, очень нежный голубой оттенок эмали. И вот так вот это смотрится. Тоже сережечка очень аккуратно сидит на ушке. Небольшое вот такое колечко. Я не буду рисковать. Оно пройдет мне, но мне не хочется. Вот, посмотрите, какое приятное колечко. В совокупности с сережечками. И здесь тоже есть подвесочка. Вот такая. Тоже она чудесно будет смотреться вот в этой ложбинке. На короткой цепочке будет выглядывать. За счет своего цвета. Тоже будет очень привлекательно смотреться на вас, либо на ком-то, кому вы захотите сделать подарок. Следующее украшение мне очень понравилось. Это полностью в моем стиле. Я думаю, когда я его надену, многие поймут, о чем я. Это вот такие полусферы, полушары. Здесь брашированная поверхность серебра. Французский или каталонский. Каталонский, по-моему, замок, да, говорят? По типу клипсы. Штифт немножечко занижен. Посмотрите, как сейчас сядет на ушко эта сережка. Я просто примерила, не удержалась. Вот. Посмотрите, какая прелесть. Мне очень нравится, как садится сережка. И колечко к нему. Вот такое кольцо. Здесь. Шарик покрупнее. Вот для сравнения. Не на много, но все равно разница в размере есть. И вот такое чудесное украшение. Оно очень милое. И очень хорошо сидит. Не прижимает. Мочки комфортно. Застежка не тугая очень такая вот бывает. Надеюсь, что прям хоть в караул кричи. Но такого нет. Я знаю, что как-то их еще, извиняюсь, как-то их еще там ослабляют, но не в курсе, как именно. Ну, такие вот очень милые. Так, следующее украшение с жемчугом. Ну, прелесть. Здесь сельди идут с подвесной частью. Посмотрите, какое классное украшение. Оно такое стилизованное. В центре родолитик. Жемчуг здесь искусственно выращенный. Но, повторюсь, это жемчуг. Это не майорика. Красивые серьги. Вообще, красивый набор. Мне очень нравится. Вот этот небольшой родолит, даже на таком расстоянии, он все равно о себе заявляет, разбавляет вот эту классику жемчужную. И выглядит очень мило. Кольцо. Оно мне мало. Вот такое. Вот так выполнено у него тоже. Шинка, каст. Совершенно классический. Хорошая жемчужина в нем. Я не знаю, опять-таки, ну, я знаю, вернее, кто любит из наших девчат, из нашей дружной компании жемчуг. У нас, как бы, становится больше. Это радует. И есть также подвеска. Подвеска, повторяю, сережки. Здесь есть родолитик на кольце. Просто жемчужина. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть на коже. Вот. Прекрасный получается набор. Он где-то этнический, где-то классический. Интересная модель. Интересная. Вот такая. Сейчас поближе покажу. Но, в принципе, все равно на фотографиях это будет видно. Так. Дальше мы посмотрим с вами розовый жемчуг. Розовый жемчуг и фианиты. Микрофианиты. Вот. Пожалуйста. Вот такая модель. Ну, как обычно, все мы уже знаем, что розовый жемчуг стесняется. На камере он себя проявляет очень тускло. Не любит он камеру. Ну, это камень женского начала, женственности, нежности. Практически всем девушкам он рекомендован. В первую очередь тем, кто, конечно, немножко пожестче, чтобы он смягчил как-то и характер, и поведение. Ну, и нежным самым таким созданием он тоже не помешает. Все равно свою роль он будет играть. Хранить вот это наше женское с вами естество. Вот. Пожалуйста, кольцо. И вот так это смотрится. Действительно удручает то, что когда вне камеры, вот камень выглядит вот в обравлении этих фианитов абсолютно по-другому. На камеру они попросту как будто сливаются. Ну, я надеюсь, что фотография даст возможность увидеть, насколько это красиво. Следующий набор будет отличаться уже своей такой некой, не то что по брутальностью, а скорее размерами. Это родонит. Вот такой родонит. Он с включениями, как вы можете видеть. Форма у него классическая. Мне нравятся такие украшения. Вот так смотрится сережка. Опять здесь для меня длинноват штифт. И она уходит вот туда. Ее надо подсаживать к ушку. Для этого нужны силиконовые заглушки, безусловно. Вот и кольцо к нему. Тоже крупное. Заметное. Родонит такой интересный камень. Я не очень давно им прониклась. Но вот с тех пор, как я его для себя заметила, вернее, не для себя вообще заметила вот так. Ну, как-то вот он мне с тех пор и очень нравится. Есть также подвеска. До сих пор у меня не проходит кашель. Вот. Я прошу прощения. Есть вот такой подвес. Здесь у меня вот видно ткань. Мы стелим на витрину, чтобы украшения не гремели, чтобы они не повреждались. Вот. Здесь уголок такой. Да. И вообще вот такой набор с радонитом. Предпоследний набор, который я выбрала для вас, мне очень нравится. Секунду. Да, я прошу прощения. Он мне очень нравится. И это вот такой комплект. Вот такая барыня-сударыня. В подвижной юбочке. Вот такая куколка своеобразная. Хочу отметить, что это натуральная иранская бирюза. В сочетании с фианитами. Смотрите, какая тут такая у нас девушка. Мне очень нравится этот набор. Вот так выглядит сережка. Она чуть звенит для тех, я это говорю, для кого это имеет значение. Возможно, их каким-то образом этот вот звук. Ну, или раздражает, или просто не нравится. Я, например, люблю, когда серьги звенят на ушах. Ну, это я. Вот так. Вкусы и предпочтения у всех, конечно, разные. Вот. И колечко. Вот такое к нему идет кольцо. Вот. Посмотрите, пожалуйста. Натуральная иранская бирюза и фианиты. И вот так это вместе выглядит. Интересный набор. Встретишь такой нечасто. И, конечно, незамеченным он не останется при всем желании. Ну, классный. На самом деле классный. Его можно, как и с джинсами, я думаю, носить. Также из какой-то классической одежды. Ну, на мой взгляд. Последний на сегодня набор у нас будет с гранатами. Это вот такая красота. Вот, пожалуйста. Такие цветы фантазийные гранаты. Здесь разной формы. Вот так сейчас постараюсь на просвет показать. Очень хорошего качества. Плюс... Так, секундочку. Да что ж такое. Замечательного вот такого оттенка. Очень глубокого. Они кажутся... Сокрытые. Они кажутся такими темными, но они... На камеру, конечно же, темнее, чем в реальности. Так, надену, покажу. По часа два. Девушка спрашивала, когда магазин откроется в салоне. Вот так смотрятся серьги и, безусловно, колечко. Крупный вот такой набор. Посмотрите, как сидит кольцо на пальце и как садятся серьги. Конечно, их мне надо подтянуть. Таким вот образом будет смотреться. Это на вас. Вот так. Очень красиво. Это был последний на сегодня. А, нет, не последний, предпоследний. Вот, я забыла показать. Да что ж так? Ой, а не может быть. Неужели? Дорогие мои, я покажу вам набор. С моим любимым камнем. Вот, пожалуйста, посмотрите. Тоже совершенно классическая форма. Здесь штифт не занижен. Вот, пожалуйста. Но вот за счет вот этого чуть-чуть приподнятого штифта, они прекрасно садятся, сережки. Значит, серьги, конечно же. Кольцо. Вот такое. Ну, это моя любовь-любовь. И к этому набору я могу предложить вам два браслета. Разница в чем? Разница в размерах и в длине браслета. Итак. Первый браслет у нас вот такой. Здесь коробчатый замок, что у первого, что у второго браслета. Поэтому размер изменить невозможно. Что хочу также отметить, очень много желающих было приобрести и в салоне, и у меня. Но за счет того, что не очень большой размер у браслетов, к сожалению, они так и не продались. Но опять-таки, вот смотрите. Этот браслет, он 18 сантиметров. В застегнутом состоянии, если запястье у вас 18 с половиной, 17, вы любите посвободнее. Вот этот браслет вам будет прекрасно на запястье. У меня запястье 17 сантиметров. Вот так он у меня уходит. Если, допустим, я считать его застегнула здесь. Места свободного полно. И второй браслет. Тоже коробчатый замок. Он чуть поменьше. Я сейчас покажу их рядом, чтобы на контрасте вы увидели. Здесь размер в застегнутом состоянии браслета 18 с половиной сантиметров. Так он, несомненно, длиннее. Но когда именно застегиваешь на запястье, 18 с половиной сантиметров. Вот такой. Давайте я их вместе вам покажу, чтобы вы увидели на контрасте. Вот, пожалуйста, два вот таких браслета. И, конечно же, дело исключительно только в их длине. Так что, девочки, у кого запястье позволяет, не проходите мимо. Ну, в общем, вот такая вот красота. Тоже классика. Ну и, конечно же, это защита. Защита от всяких дурных глаз, от всяких дурных мыслей и от всяких дурных людей. Следом, я покажу вам кольца. Кольцо вот такое, с аквамарином. Здесь присутствуют элементы позолоты. Следующим образом выполнена шинка кольца. Видите? Такое нечто наподобие, не косички даже, но такое оплетение. И вот перемежается черная родировка и позолота. Вот такой аквамарин. Очень красивый. Вот такой камень. Следующее кольцо у нас будет лягушка. Я признаюсь, я спокойно совершенно отношусь каким-то животным в украшениях. Даже не то, что спокойно, у меня их просто нет. У меня там есть, по-моему, один кулон паук. Да, но это не значит, что я его нашел. У меня просто есть... Не знаю, как-то у меня не сложилось. Но также я в курсе, что очень многие любят эту тему. И вот, посмотрите, вот такая лягушка. В глазах у нее тоже родолиты. В лапках у нее жемчужинка. Жемчужинка искусственно выращенная. И брюшко у нее это празиолит. Спинка. Это зеленый аметист, празиолит. Вот такая красавица может переехать жить на ваш пальчик. Вот, посмотрите. Крупная достаточно лягушка. Ну, она эффектная. Я не могу не признать этого, да. Просто как-то я. Ну, не знаю. Не знаю. Не буду сейчас здесь говорить, что «Ой, как я люблю!» Ну, нет. Но вкус у всех разный, конечно же, безусловно. Следующее кольцо. Закрыто. Следующее кольцо. Вот такое. Оно с регулируемым размером. Тоже интересная очень модель. Здесь у нас раух. Дымчатый кварц. И посмотрите, какое кольцо. Текстурная у него шинка. Интересная очень модель. Вот такая. Классная. На любой размер ее можно подогнать. Надевать, как вам нравится. Нет, все-таки посадка у него вот такая. Так удобно. Да. И вот такое вот колечко. Предпоследнее кольцо. Мне очень нравится. Оно крупное. Это фианиты. Это фианиты. Вот такая модель. Очень возвращается на них. Я не скажу мода, потому что я, как сказать, я человек вне моды. Я ношу то, что мне нравится. Я украшаю себя тем, что мне нравится. Но спрос. Вот. Правильное слово спрос. Спрос на такого плана украшения возрастает. И мне он понятен. Потому что очень смотрится эффектно. Крупное вот такое кольцо. И с определенным каким-то образом оно будет великолепно просто сочетаться. И, конечно же, оно такое гордое. Говорит о себе. Ну, классное кольцо. Следующее кольцо подходит к моему образу. Это последнее колечко на сегодня. И оно вот такое. Нравится мне такого плана украшения. Оно чем-то схоже с моим вот этим кольцом. Та же стилистика. Другая форма. Некоторые детали отличаются. Но вот стиль у них определенно один. Уберу свое кольцо. Так что, смотрите. Вот такое колечко может стать вашим. Вот такой щит. Который будет отталкивать от вас. Повторюсь. Весь негатив. Вот так. Мне нравится очень. Я люблю такие украшения. Но я думаю, что это не секрет. И последнее украшение, которое я хочу сегодня вам показать. Я его показывала. Тоже было много по нему вопросов. Много было желающих его приобрести. Но и оно из серии расхватали не берут. Обычно то украшение, по которому задаются очень много вопросов. Которое заинтересовало вас. В массе своей оно остается. Не уходит. Но так как оно действительно очень достойное. Я планирую время от времени показывать их повторно. И это вот это ожерелье. Вот такое двойное. Вот такая красота. Я сейчас надену его. Оно чем-то схоже. Оно чем-то схоже. Ну как схоже. Не схоже. Просто оно смотрится прекрасно. Вот видите, да? Привычнее, наверное, я думаю, носить вот такого плана украшения. Где-то на какой-то блузке. Либо с платьем. Но я уже говорила. Правда, на мне сегодня не джинсы. Но эту срочку я ношу и с джинсами. И с джинсами, допустим. Либо вот на мне классические брюки. Такие вот чуть укороченные. Мои одни из самых любимых брюк. И посмотрите, как это тоже с обычной сорочкой смотрится. Причем здесь выигрыш в чем? В чем универсальность вот этих украшений? В том, что они будут одинаково замечательно смотреться. Как на белой сорочке. Так, допустим, на голубой. Который очень часто комбинируют с джинсовыми брюками. С желтой, с красной. С любым цветом. Вот такого плана украшения. Они завяжутся. Они подружатся. И будет образ очень интересным. Ну, на мой взгляд. Я его для себя считаю интересным. Я сегодня, в принципе, отличается, конечно. Но то же самое. Ну, как то же самое смотрится. Мое ожерелье практически так же на шее. Единственное, что оно крупнее, более объемнее. Но это уже и детали. Итак, дорогие мои друзья. Сегодняшний показ подошел к концу. Я благодарна вам за то, что вы досмотрели. За то, что вы вообще со мной. Спасибо вам за это большое. Я желаю вам всем всего только самого доброго. Берегите себя и берегите своих близких. А с вами была я, Виола. И мы еще обязательно увидимся. Всем пока.